Всем привет! И сегодня, дабы разнообразить свой контент и немножко придерживаться трендам, я решил поиграть в игру, которая называется Clash Royale и сделать такой небольшой обзор на неё и поделиться своим скромным мнением. Итак, значит, установил я эту игру, прошёл пару тренировочных уровней и ждём же, что мне предоставит игра. Да, так, тренировку, как мы видим, я ещё не закончил, но скоро, я думаю, её пройду. Честно говоря, после первых же минут эта игра мне очень сильно напомнила такую игру, которая называется Растение против зомби. Вот, честно, там примерно такой же, примерно так же всё. Так, вот, мы видим поле, поле своё, поле вражеское, стороны и, соответственно, нам нужно уничтожить вражескую сторону. Так, по мере накопления вот этого внизу ресурса, как её называют эликсира, мы потихонечку-потихонечку восстанавливаем специальные способности, которые можем использовать на поле боя противника. Внимание, способности наши реализованы, ну вот, с помощью таких, либо маленьких игроков. Вот, то же самое делает и команда противника. Так, тут стрелами закидываем этих товарищей. Либо с помощью специальных дополнительных способностей. Так, выпускаем рыцаря. Внимание, мне нужно уничтожить базы, ещё раз повторюсь. Так, тут нужно срочно защищать, потому что во время того, как ты атакуешь, пытаются атаковать ещё и тебя. Ага, тут, видишь, лучницы стреляют. Самый мощный, это вот такой вот, по-моему, гигант. Он прям выходит и всех просто выносит. Давай, мы его сейчас туда отправим. Сразу у нас минус 5 здоровья. По нам, видишь, пуляет пушка врага. И куда ты пошёл, дорогой мой гигант? Так, выпускаем стрелы. Нам нужно здесь победить, убить короля. То есть, можно не обращать внимания на вот этих товарищей. Сейчас весь максимальный огонь сосредоточен на главной вышке. Ну, это, по крайней мере, моя тактика. Я победил. Не знаю, насколько здесь реализована вот эта вот 3, 2, 1 звезда, но, тем не менее, мне дали 3 короны. И тренировка продолжается. Так, открой, открой. Ну, давай, откроем, разблокировать. Ага, что-то нам это дало. Открыть сейчас. Чтобы открыть, тут нужно потратить определённый ресурс. Иначе нужно ждать вот 7, 6, 5. Немножко кофейку для бодрости. И смотрим, что же здесь выпало. Здесь выпало золото и карта ресурсов. Пока я ещё не знаю, что это означает. Но, как мы видим, стрелы, видимо, точно прокачиваются. А также прокачиваются вот эти вот товарищи. То есть, как мы поняли. Так, открываем карту. Да, это действительно, это способности, которые можно прокачивать. Способности рыцарей. Чем-то, честно говоря, на предыдущую мою игру, в которую я играл. Это Angry Birds Fight, в которую мы будем продолжать играть завтра. Только там, в качестве таких способностей, у вас есть команда, которую вы также потихоньку прокачиваете. Одевая в различные игры. Так, нет, отмена. Так, магазин, бой. Ну, хорошо, давай, всё-таки закончим тренировку. Посмотрим, что у нас получится сделать сейчас. Так, отлично. Отправляем рыцаря. Отправляем сюда вот этого друга. Надеюсь, они дойдут. Надеюсь, надеюсь. Так, отправляем лучницу. И лучницы здесь на пути сразу несколько игроков. Давай, ещё одного рыцаря. Он уже почти добил башню. Я думаю, стоит выпустить стрелы, потому что что-то прям тяжеловато рыцарю приходится. Так. У нас открыто ещё совсем далеко не всё. Лучница, скорее всего, не дойдёт. Башню мы огненным шаром разрушить попытаемся. Так, ну, чувствую, этого было недостаточно. Башни у нас пока что обороняются. Мы дождёмся вот этого огромного великана. И отправим его точно же сюда. Так, отправляем великана. На помощь великану, наверное, пойдёт лучница, чтобы рейндж-атаку совершать. Давай, вот она сдалека сейчас будет помогать ему. Вот эти мелкие... Мелкие ребята, наверное, ни что... Никак на нас не повлияют. Ага, вот. Он, по крайней мере, их отобьёт. Ну, давай быстрее подходи. Смотри, у нас есть... Так, подрывника можно. Он, не знаю, бомбами докинет, не докинет до туда. Так, вау! Всё, мы победили. То есть, с одного фланга зашли, получается, на другой. И разбили короля, не разбивая даже одну вышку. Отлично. Так, ну что ж. Попытаемся разблокировать эти все сундучки. Открыть сейчас. Ну ладно, давай потратим, откроем, посмотрим. Сейчас нам добавят, наверное, ещё ресурсов. Конечно. Оу, ещё одна карта. Это, знаете, чем-то ещё... Может быть, похоже на хедстоун. Там, правда, так же карту. Открываешь. Потом собираешь свою колоду. И дерёшься. Но игра совсем, честно говоря, другого плана. Вот, серьёзно. Так, сейчас через 12 секунд она откроется. И мы попробуем её прокачать. Клэш рояль. Я думаю, очень интересно будет играть, когда ты уже пройдёшь это обучение. И тебе действительно настоящие игроки попадутся. Слушай, у нас много карт. Теперь нам интересно. Так, колода. Колоду можно? Саму прокачивать. Ладно, давай, тратим ресурсы пока что на улучшение. Отлично. У нас прибавилось и здоровье, и урон, и куча-куча остальных характеристик. Кроме того, там есть, я смотрю, ещё какая-то меткость. Так, плюс урон, плюс урон в зоне. Тоже неплохо. Огненный шар. Ничего себе, аж 50 золота. Ну ладно, тоже такая прикольная вещь. И неплохой апгрейд мы получили. Так, новый уровень. Хорошо. Тоже неплохо. А эти что товарищи вообще делают? Так, тут можно просто информацию посмотреть. Так, эта карта у нас закончилась. Продолжаем тренировку и отправляемся в очередной бой. Хорошо. Так, отправляем вот этого нового героя. Мне интересно, что он вообще может делать. Дракон полетел. По крайней мере, он быстро передвигается. Отправляем рыцаря. Надо было ближе сюда поставить. Давай, неплохо он. Дополним урон этого дракона огненным шаром, который мы прокачали. И давай, давай, давай. Нет, не хватило ему, к сожалению. Не хватило урона. Но мы отправим сюда вот этого великана. После великана мы попробуем атаковать башню стрелами. Да, 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 да. Вот эта башня, я не знаю, будет доставать, нет. Ну, чуть-чуть мы помогли. И сейчас королю придется тяжковато. Тяжковато. Так, отправляем дракона. Дракон быстро до туда доберется. А тут подрывник. Ага. Так, нашему великану нужна срочно помощь. Отправляем лучниц, которые тоже, наверное, нам помогут. И вот тут новый тоже герой появился. Что же он может? Что же может наш герой? Сейчас мы об этом узнаем. Так, мушкет. Мушкет. Так, нашу башню тоже активно пытаются разрушить. И мушкет. Мушкет он стрельнул и тоже разрушил. То есть это рейндж-рейндж атака. Боец дальнего боя. В переводе. Хорошо. Происходит медленная, но разблокировка очередного сундука. В котором, надеюсь, попадется новый герой. Или новая карта. Одна секунда. И, внимание, золото. Лучница. Так. Ну, неплохо. Мы, в принципе, апгрейдили эти карты. Так, тут апгрейд, я так понял, завершен. Но почему-то горит вот эта вот единичка. Что это значит? Что это значит? Новая просто информация. Просто получить информацию. Ну, хорошо. Так, а это что у нас? Это общение. Здесь также чат присутствует. Тут, наверное, проводятся какие-то дополнительные турниры. Пока в которых мы не будем участвовать. Не пройдя то же самое обучение. Ага, смотри, здоровья у вышек стало гораздо больше. Как всегда, отправляем дракона. Дабы его отвлечь. Ну, я так думаю, что подрывник может и не дойти. Его, скорее всего... А, да, тут... Бам! Нет, смотри-ка, дошел молодец. Так, кого же отправить? Кого же отправить? Этих, наверное... Давай, стрелами. Сделаем все-таки... Оп! Так. Что мы, что мы этого... Что мы добились? Мушкет. Давай мушкета поставим. Я не знаю. Вот эти товарищи, наверное, его завалят. Зря я так сделал. Один выстрел, мне кажется, и все. Бам! И пару... Все, отлично. Так. Выпускаем дракона. Так. Дракон начал бить рыцаря противника. Ладно, фиг с тобой. Так. Ну, давай уже дождемся, когда у нас появится вот этот вот товарищ-гигант. Подрывник, кстати, тоже неплохо справился. Отправляем гиганта. Отправляем. Так. У нас все-таки есть неоспоримое преимущество, которое мы попробуем реализовать. Так. Гигант. Минус его в том, что он очень медленно ходит. Пока он дойдет до нужной нам цели. Зато он, кстати, неплохо по урону получается. Наносит. И все. Мы, походу, выиграли. Все. Отлично. Конец боя. Хорошо. Все. Мы победили. Ага. Как тебя зовут? Назовемся так же, как в Angry Birds Fight. О, неправильно. Димон. Да. Отлично. Открываем сундучок. Дабы надеяться на следующий апгрейд или получение нового героя. И 7-6. 2-3. Я так понял, тут еще какие-то арены существуют. Потому что запуская тот самый Bluestack, мы видим, что люди сражаются на аренах. То есть там трансляция такая появляется, где люди стримят. Хотя стрим я не смотрел. Ну что же, поехали. Очередной бой. Последняя, я так понимаю, тренировка. Так, кого же мы отправим? Отправим, наверное, дракона. Он быстрее всего долетит. Потом добьем, естественно, шаром. Бум. Поможем ему. Хотя много урона это нам не дало. Отправим сюда подрывника. Вау. Смотри, вот наши товарищи отправили сюда гиганта. Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Так, нам приходится просто, приходится защищаться. Приходится. Что же делать? Ребятушки. Придется. Так. Смотри. Ничего себе. Хо-хо-хо. Давай дождемся, наверное, своего гиганта. Обалдеть. Эй. Чувак. Ааа. Нет. Не бей меня. Не успел я. Не успел. Неужели сейчас еще последует один гигант? Так. А вот теперь вы получите. Теперь у вас будут большие-большие проблемы. Сейчас еще вам мушкетика. Давай. Где нам мушкет? Давай. Стреляй. Стреляй по королю. Он очень много. Да нет. Не по этой вышке. Ёпаресетэ. Помогай. Помогай. Гиганту. Гиганту помогай. Сейчас подрывник подкинет бомбу. Нет. Смотри. Меня могут. Меня могут убить. Так. Сюда ставим, значит, тоже рыцаря. Давай. Давай. Атака. О нет. Они зашли с этого фланга. Я даже не знаю, что сделать. Давай попробуем вот так вот. Уничтожили, значит, залпом мы команду противника. Ждем. 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 Я жду гиганта. Конечно, было бы неплохо. Так. Возможно, мы выиграем. Возможно. Гигант медленно ходит. И у меня есть преимущество по скорости. ХП осталось примерно столько же, но... 60 секунд до окончания. Хорошо. Выпускаем все, что можем. Давай. 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 Оу. Мы выиграли. Это обучение было гораздо сложнее. Нам достался серебряный сундук. А что же в нем? Так. Пожалуйста, прочти. Выширяем. Бесплатная игра. Да. Мы принимаем условия. Так. Его можно открыть только через 3 часа. Ага. Вчебный лагерь. Так. Ну, давай. Ладно. Попробуем открыть. И у нас осталось 2 часа. Либо же... 18. Так. Бесплатный сундук. Хорошо. Бесплатный мы точно откроем? Так. Тут картишки. Карта гоблинская. Стрелы проапгрейдились, улучшились. И так, в принципе, неплохо мы поиграли. Какую-то новую информацию нам дали. Ага. Все понятно. Так. Вот 2-3. Все ясно. Так. Отмена. Ну что же. Попробуем. Попробуем вступить в новый бой. А. Итак. Это уже арена. Это арена. Это реальные, реальные игроки. Так. Поехали. Поехали со второго фланга. Но я надеюсь, что это игроки реальные. Так. Давай, давай. Лучницу. Лучницу. По двум флангам. По двум флангам. Они нас уничтожают. Может быть, я не с того начал. Ребят. Тут уже подрывник. Но наш дракон здесь, я думаю, справится. Я надеюсь, мы одного, как говорится, уровня. Товарищ потратил залп. Мы отправляем, собственно, подрывника. И у нас есть шанс небольшой. Так. Вот этот вот чувак, он мне не нужен. Так. Отняли ему. А. Так. Это очень, очень серьезный мушкет. Вот так. Мушкет это, как мы видели, дальнего боя боец. Лучницу, 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 которая должна этого подрывника завалить. Давай, 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 давай. Нет. О, нет. Это великан. Это не очень хорошо. Так. Против великана мы отправляем дракона. Слушайте, это фатальная тема такая. Давай, подрывника. Нет. Ха-ха-ха. Я могу проиграть. Надо было дождаться, наверное, вот этого товарища. Теперь мы можем отправить мушкету, чтобы уничтожить левую башню. Пока противник занят моим драконом. Бумс. Давай, давай, давай. Бумс. Бумс. Так. Мне кажется, противник сделал фатальную ошибку. А знаете в чем? Он отправил вот этот шар. Шар этот, мне кажется, бесполезен. Так. Значит, здесь отправляем тоже лучницу. Именно рейндж ДД подмога. И ждем появления дракона. Дракон тут однозначно необходим. Очень необходим, чтобы совершать рейндж атаки. Так. Пытаются, пытаются меня атаковать. Пытаются всячески меня уничтожить. Мушкет на подходе. Мушкет нам нужен. Потому что он очень много урона наносит. Смотри-ка, а. Меня просто тут задавили. И сейчас у них будут большие проблемы. Да. Я, конечно, пытаюсь все комментировать по делу. Все свои действия. И что нам дали? Дополнительный сундук. Причем не просто сундук. А, открыть сейчас. Ничего себе. 18. Угу. Этот мы пока открыть вообще не можем. Пока открывается другой сундук. Хорошо. Ну что ж. Арена мне немножко дала попотеть. Нам что-нибудь это дало, кроме получения опыта. Ну, наверное. Поехали еще раз. Попробуем свои силы. Так. Яп на арене. Хорошо. По опыту начинаем с великана. Атаковать башню. Так. Заодно ставим сюда рейндж дд. Чтобы он прикрывал задницу нашему великану. Ждем дракона. Ждем дракона. Чтобы дракона отправляем сюда. Так. Давай, давай, давай. Рейндж дд нам нужен, нужен, нужен. Отправляем сюда рыцаря. Давай, давай, давай. Ну, собственно, тут, как и в любой другой игре. Так. Пока рыцарь дерется, отправляем мушкета, чтобы прикрывал он его. Сейчас этот мушкет погибнет. Нам нужно срочно дождаться великана. Без великана мы никак. Мы должны диктовать свою тактику противнику. Он сейчас, возможно, отправит какого-нибудь мелкого товарища. Но нет. Сразу за великаном обязательно отправляем рейнджей. Тут без этого никак, потому что его будут бить. А он нам нужен. Он нам нужен, на чем быстро сдохнет. Так. Давай, давай. Нашего рейнджа убили. Подрывника отправляем. Чтобы немножко задержать. Но смотри-ка. Смотри-ка, смотри-ка. Что-то пошло не так. Быстрее. Милика отправляем сюда, чтобы побить вражескую команду. И проблемы теперь начались у нас. Проблема у нас, ребятушки. Проблема у нас. Отправляем сюда дракона. И смотри-ка. Наша башня уже очень сильно пострадала. То есть не факт, что нужно драться именно такими злыми товарищами. Отправляем, ладно, огненный шар. И... Дабы уравнять шансы. Не знаю, насколько это поможет. Нам поможет здесь, по-моему, только великан. Рыцаря не стоит им ушки отобрать. Ставим сюда гиганта. Гигант, давай, ты там это... Сможешь, сможешь. Надо было его поставить немножко сюда поближе. Отправляем рыцарей. Отправляем стрелы. О, у меня проблемы, ребята. У меня проблемы. Так. Давай уничтожай этого товарища. Так, 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 так. Ребята, у меня проблемы, я сказал. Прям жесткие. Прям жесткие проблемы. Так, на меня тут движется такая прям огромная баталия. Баталия. Вау, еще один гигант. Слушай, вообще проблемы начались. Давай, 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 давай. Вали этого рыцаря. Нет, я, похоже, проиграл. Все. Шансов нет, однозначно. Была ошибка, да, в моей тактике. Молодец парень. Видимо, видишь, копил он, копил. Ресурсы какие-то. Хорошо. Королевский сундук. Это на пути к этому королевскому сундуку. Ну, давай, попробуем еще разок сыграть в эту игру. Оу, против меня какой-то кореец. Давай, дракон. Поехал. Нужно атаковать, короче, по обоим влагам. Раздергивать противника. Раздергивать. Нет, дракона зря потратил. Похоже я. Давай, лучниц ставь. Сейчас будет борьба именно лучниц. Давай, поехали, поехали. Может быть, я зря гиганта отдал. Подрывник тут смысла нету его ставить. Мушкет. Он тоже, они его сейчас завалят. У него здоровья вообще мало. То есть, тут именно боец ближнего боя нужен нам. А, я так понимаю, еще можно как-то колоду пересобирать. Давай, боец ближнего боя. Ох ты, ешкин кот. У меня, похоже, здесь тотальная ошибка была с моей стороны. Однозначно, однозначно нужно убивать этого гиганта. Иначе... Иначе все. Турба, труба, труба, труба делу. Гигант, давай. Так, идем, идем. Отправляем лучниц. Я надеюсь, они смогут как-то нанести урон. Хотя у них здоровья мало совсем. Так, урон они нанесли. Хоть и небольшой. Отправляем подрывника, пока есть возможность. Там вообще, к черти, что происходит. Давай, танка ставим сюда. Нам тут нужен танк, однозначно. Сейчас, как только они здесь все скопятся, нужно отправлять, не знаю, давай стрелами, что ли. Так, стрелы прошли, но у них очень сильная, очень сильная команда здесь. Давай, дракон будет защищать нас. Дракон, ты сможешь защитить, а? У тебя такой огромный урон. Ты сможешь? Давай. Это универсальный такой тип. Давай, лучниц. Еще одних бойцов дальнего боя. Нужен бой, бой ближнего боя. Так, однозначно нужен великан. Без великана мы, ну никак. Сюда мы отправим танка. Сюда мы танка, дабы уничтожить вот этих товарищей. Так, дракон, дракон, дракона. Дракона выпускаем. Так, тут нам тоже танка отправили. Лучницу. Давай, дракон. А, вот это вот сюда ставим, чтобы она убила как можно быстрее. И нет! Что-то в моей стратегии пошло не так. Кореец наш, нас вернее победил. Итак, поиграли мы с вами 25 минут аж. Немножко можно сделать небольшое количество выводов об игре. Во-первых, потратим деньги на сундук, на серебряный. Посмотрим, что же здесь. Здесь, как всегда, прокачка идет у нас, наших карт. Мы можем небольшой апгрейд сделать. Конечно, рыцарь у нас достиг третьего уровня. Все бы неплохо, все бы неплохо. Вот наши карты. Это один, второй, третий набор. То есть, а можно их менять местами? Вот это вот неизвестно. Так, хочешь настеть тренировочный бой? Так, нет, не хотим. Ага, а вот информация можно использовать. Я так понимаю, это взамен какой-то карты. Ну, понятно. То есть, создавать специальные наборы. В принципе, игра очень интересная. Потому что, скорее всего, арены будут появляться разные. И довольно, я скажу, завлекательно. Если вам понравилось, то мы продолжим играть в эту игру. И будем повышать свой навык, скилл, а также опыт в этой игре. Ну что ж, с вами был Димон. Всем пока. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok